Налоговый вычет с инвестиций в ценные бумаги предложили увеличить. Максимальная сумма налогового вычета с инвестиций физлиц в ценные бумаги может быть увеличена. Такие предложения обсуждает Национальная ассоциация участников фондового рынка «Ноуфор», сказал глава «Ноуфор» Алексей Тимофеев журналистом. Банки стали активно предлагать гражданам вложения в ценные бумаги в качестве альтернативы депозитам. Фото, Сергей Михеев слеш РГ. Сейчас размер вычета со взноса на индивидуальный инвестиционный счет, ИС, брокерский счет с льготами для граждан, ограничен 52 тысячами рублей в год, 13% с внесенных 400 тысяч. Вычеты призваны сделать рынок ценных бумаг полноценной альтернативой банковским депозитам. Минус. Многодетные семьи получат налоговый вычет на землю. По мнению Тимофеева, институт ИС доказал свою работоспособность и имеет право на развитие. Почему бы не сделать так, чтобы по истечении пяти лет, с открытия счета, налоговый вычет предоставлялся бы уже, например, с 600 или 700 тысяч рублей, а после истечения 7 или 8-10 лет на весь миллион ежегодно, предлагает Тимофеев. Это бы заставляло людей поддерживать средства на ИС как можно дольше, рассчитывая на все большую сумму, подлежащую изъятию из налогооблагаемой базы, объясняет он. В Минфине не прокомментировали такую возможность, сославшись на то, что это предложение в ведомство еще не поступало. Если оно будет поддержано, первыми расширением льгот воспользуются те, кто открыл ИС сразу после запуска этого инструмента в 2015 году. В первую очередь Ноуфор намерен добиваться более привлекательных и гибких условий по второму типу налогового вычета, доступному владельцам ИС на полученный доход от размещенных на счете ценных бумаг. Он подходит для инвесторов, готовых идти на риск ради максимальной прибыли, а также для тех, кто не имеет налогооблагаемых доходов. Сейчас его выбирает незначительное меньшинство владельцев ИС. Открыт индивидуальный инвестиционный счет нужно как можно раньше. Минус Налоговая служба рассказала о самых популярных вычетах. По данным исследования Ноуфор, за прошлый год физлица удвоили средства, размещенные на фондовом рынке и они превысили 2 триллиона рублей, вклады граждан превысили 21 триллион. Удвоилось количество бракерских ИС, до 598 тысяч, более чем в полтора раза, до 45 процентов, выросла доля счетов, на которые заведены активы, в результате сумма средств на ИС выросла почти в три раза, до 120 миллиардов рублей. Этим успехом способствовала конъюнктура 2018 года, когда в первой половине года ставки по банковским депозитам снижались, делая все более привлекательными даже самые низкодоходные ценные бумаги, а во второй половине года открылись хорошие возможности заработать на акциях. Сейчас рыночная ситуация изменилась, однако, прогнозирует Тимофеев, тенденция к массовому перетоку вкладчиков на фондовый рынок продолжится, поскольку на него стали активно привлекать своих клиентов крупнейшие банки. В структуре активов, размещенных на ИС, преобладают российские акции, 28 процентов, OFFS, 20 процентов, и корпоративные облигации, 11 процентов, на PIPF и ETF приходится по 2-3 процента, а 20 процентов денежные средства, в том числе и валюта, в основном это зафиксированная прибыль. Распределение вложений, по оценке Тимофеева, говорит о рациональном поведении массовых инвесторов, при этом 95 процентов из них самостоятельно управляют своими портфелями. Экономика, финансы, налоги, налоговые вычеты.